Запись включаю, и у нас карта King's Row, господа. Команда TeamVE, говорят, что это англичане против команды GoodGamer. Соответственно, это Juice, Stick, Fakerm, YGHK, так, Juice'а я назвал, и VLG. Или я кого-то пропустил? Вопрос. А, Абвера, господи, пропустил. Почему КС нет? Столько зрителей было бы веселее. Ну что ты начинаешь? Ладно, что у нас по пику? Сразу же VLG определились с пиком, они будут в обороне. Это, во-первых, Stick у нас на фаре, есть фаркин, отличный выбор, это Reinhardt. Также в саппорте у нас семестра, но семестра нужно больше для того, чтобы вначале поставить турельки свои. Вот, будем наблюдать также и от первого лица. Так, как там делаешься? Вот, от первого лица будем, ребят, смотреть. Также и полную панораму будем наблюдать сверху. Слава богу, здесь никакая есть, здесь нельзя пролетать в текстуры. Вот, собственно, нужно захватить точку, точка А, и, соответственно, после этого, я так понимаю, будет груз. Или просто одну точку захватить. Это такое, ладно. Есть Лусио, очень хороший баффер, он может и хилить по большой площади, большое количество людей. Также он может ускорять своих людей, чтобы они могли быстро передвигаться. Так, где у нас вдова? Вот в чем вопрос. Вдова у нас, да, в хорошей позиции достаточно, будем смотреть за Дениска вначале, потому что именно от него все это дело зависит вначале, выпустит он противников или нет. И что у нас еще по пику дальше? Также есть достаточно неплохой пик у команды защиты, есть щит у Рейнхарда у атаки. И началась атака, да, Рейнхард защита также защищает своих ребят, чтобы их не кайтили щитом. Сразу же минус Рейнхард, минус Абвер, минус Игорь ГХК. Что у нас делает Ден? Что у нас делает Ден? Ден пытается Зарю отстрелить, на самом деле, вся фишка Зари в том, что чем больше по ней стреляют, тем больше у нее... Атака после этого, лучевая пушка начинает намного лучше убивать. Так, ладно, у нас защита провалилась по полной программе, уже захватывается точка, захват точки прошел успешно, теперь нужно груз доставить, это самое главное. Нашли все-таки Ден Русса, пытаются его отстрелить, сразу же дебаф идет от Зиньяты и, понятное дело, Заря танчит первая. Ну что ж, Рейнхард должен врываться, нет, он пока просто... Да, ребята под грузом будут, Рейнхард защищает защитом, все хорошо достаточно. По одному пока что играют, как по мне, все-таки игроки защиты. Видим Фаркин, зачем-то пошел в соло, потому что никакого прикрытия сзади у него не было. Слад же ультецки от Зари, ну и тут уже три игрока, скорее всего, отлетят. Ну вот первый пошел, минус Абер, минус ГКК, Джул все-таки успел как-то уйти с этой точки и у нас пока что никаких изменений нет. В пике команд опять же пытаются защищать Фаркин своих тиммейтов, но это тщетно, потому что действительно очень много уже проехали ребята из команды нападения. Ну что ж, так, кое-что забыл, ребят, кое-что забыл, да, сейчас убру, все, вы видите теперь киллы. Реально ничего не понятно, как-то не понятно, я же вот объясняю, ребята захватили груз, едут с грузом, все хорошо. Ладно, у нас пока что умер Денрус, я пока сверху буду показывать. Ну вот не собираются, не собираются защита вместе, да, то есть у нас Фаркин пытается пока что остановить, врывается Рейнхард, нападение, сразу же к нему поддержка. Лусио ультует, сразу же минус от Рейнхарда, и пошел нарезать у нас Жнец, его сразу же отстрелили, но Мунл благодаря своей ульте смог отстрелить троих. Ну что ж, смотрим дальше, что у нас происходит. Ну все очень плохо на самом деле для команды Гудгейма, пока что на данный момент. Так, Игорь ХК, вроде у него был Лусио, и... Пока что даже не выпускают, нормально, игроков защиты, но вот пошла от Фары ультец, ну правда одного только смог убить, я так понимаю, нет, вообще даже никого не смог убить, щит закрыл. Так, господи, что-то совсем быстро, что-то вообще все быстро совсем. Ну вот, видите, вдова вроде как пыталась настрелить, да, а в итоге все получилось очень грустно. Абвер был на симметрии, не выставил... Я так понимаю... Ооо, тут нет, совсем... Не, на самом деле, все очень четко сделали нападение. Во-первых, ульта от Рейнхарда, потом ульта от Зари также была. Влетел Жнец со своей ультой. Влетел также у нас Мунл, который сделал три минуса своей ульты. А можно я тоже похвалю, нет? А, черт. В следующий раз ждем тебя. Ладно, ребят, Кингз Роу теперь нападение, я так понимаю, от команды Вил оф Геймс. Гуд гейма, гуд гейма! Ну, по одному играли, из-за этого, как по мне, и слили. Абвер, да, это были наши мамочки и сестренки, так что сейчас мы заиграем. Ну да, конечно, конечно. Конечно. Так, переключаться пока нельзя. На самом деле, вот проходы открыты, а раньше были вроде закрыты. Я был в спектаторском моде до этого. И на одной карте вылететь с базы вроде как было нельзя. Поэтому мы сидели просто с нападением и смотрели, как они там бегают, двигаются и тому подобное. А, пока что пик героев. Лусио, МакКри, Рейнхард, Бастион, Жнец и Симметра. Бастионы убрали, возможно, сейчас поменяют. Это взяли в зарю, то есть у них есть два танка, два саппорта и два врывателя у команды гуд гейма. Лусио. Ну вот, очень мне нравится солдат. Я думаю, все понимают, почему. Кто у нас еще? Пока что стик не определился. Есть две обезьянки. Ух ты. Фарки, мы Абвер и Джуз на Гензи. Гензи на самом деле достаточно, ну, прямо сказать, за заноза в заднице. Понимаю, что две обезьянки это плохо, поэтому я решил Дева взять. У Дева очень хорошая, сильная ульта. По большой площади она взрывает свой робот, влазит сама из него. И, соответственно, взрыв действительно очень мощный и по большой площади идет. Благодаря этому можно действительно выбить любую точку. Или хотя бы отогнать противника. Так, и зарю взяли. То есть у нас есть три танка. Три танка решили атаковать тремя танками. Ладно, смотрим, как у нас будет все это дело происходить. Есть два танка также, кстати говоря, и у защиты. Будем смотреть пока что за Вил оф Геймсом. Ну и пока что неплохо нарезали вроде на атаку, по атаке. Но Луси все это дело отхилит быстренько. Ладно, смотрим за Дэн Руссом. Он пытается, видимо, обходить соло. Это знаете, есть такие игроки, которые растягивают оборону защиты. И нет, он, похоже, решил просто в крысу, в спину зайти людям. И да, тут уже очень хорошие... Тут очень хорошие... О, Господи. Убилим на ваш канал. А мне же вроде нет никаких оповещалок. Каким образом? Ну ладно. Пока что вроде как вытанкивают. Огонь по готовности. Вытанкивают у нас все-таки, ребята. Потому что все-таки три танка у нас есть. Все-таки поменяли. На Ханза Абвер сменил обезьянку. Но Заря и ДВА остались. Ну что ж, пытается пока что настреливать у нас Дэн Русс. Кстати говоря, Игорь ГХ тоже решил взять именно этот класс. Именно этого персонажа. Ну и посмотрим, наверное, за Абвером. Абверу с интересным... Очень интересным персонажем играет Абвер. Пытается настрелить Рейнхард. На самом деле, плохо это получится, потому что ульта Луссио уже залетела. И, конечно же, Жнец под этой ультой спокойненько разрывает своих оппонентов. Давайте посмотрим сверху, что у нас происходит. Разрыв полный обороны. На самом деле, сейчас нужно атаки в срочном порядке вместе собраться. Они пытаются по одному зачем-то действовать. Стик. Остается последний. Заря. Да. Не Заря даже. А, нет. Стик. Заря. Все правильно. Стик умирает. Но вот опять же пошел зачем-то Игорь ГХ один. Не дождается Фархема с его щитом. Но вот наконец-то у нас есть три атакующих. Во главе с ДВА. Который попытается все-таки выбить все это дело. Есть так же, кстати говоря, у нас... Я буду называть его, ребят, Путш. Вот Путш, потому что у него есть притягивая ловка. Сразу же минус ВЛГ. Минус Игорь ГХ. Остается, ребята, втроем. Фархем. Вылетает. Его, конечно же, забревает сразу. Стик. Абвер. Только сейчас заходит. Заря сразу же ультует. Они втроем стоят. Изи-пизи, ремонт-сквизи. Две с половиной минуты нужно еще пролежаться защитить. Но я думаю, это будет достаточно легко. Потому что действительно... Ну вот опять же, Джу зачем-то пошел вперед. Минус Фархем. Который пытался, видимо, периферию защитить. Ну и все, достаточно грустенько. Абвер пытается сверху настрелять. Но единственная проблема в том, что Лусио действительно с симметрой очень много хила выдают. И вот этот... У нас Ханза, который пытается кого-то настрелить. Это все тщетно. Ладно, посмотрим, что у нас там творит. Подавки играете. Жнец, потому что Жнец, я так смотрю, что-то настреливает прям очень жестко. Ну что ж, пошел именно ультец, с которым я говорил. Дева, никого он, увы, не убивает. Заря против такого персонажа, как Жнец. Жнец сразу же ушел в шифт. Шифт это у нас, соответственно, он становится быстрее. И его в течение несколького, некоторого времени не убить. Ну просто нажимают уже на респе. Не дают выйти просто навсего. Ника делает минус по ВЛГ. Опять же, минус по Денрусу. Им стоит поменять сейчас, я как понимаю, персонажа. Потому что действительно их аннигилирует один Жнец. Просто один Жнец аннигилирует двоих. Он просто заходит вблизь. Понятное дело, что у него дамаги в разы больше в начале. Ну и тут все. Даже не дают выйти с базы. Даже не дают выйти с базы. Как вариант, можно выйти на самом деле сверху попробовать. И оттуда уже десантироваться на противников. Так, что у нас вообще по ультам? Ульты есть только у Зари. У Дева, у Джуса. Дева, соответственно, может просто сверху спрыгнуть. Поставить у нас ультец. У Ханза тоже, кстати говоря, есть ульта. И, соответственно, этими ультами и выбить с ИСП противников. Ну вот, пока что все очень плохо получается. Ну вот, пошли. Пошел ульт от Ханза. Никого он не убивает. Кроме как... Ну, Млоки дать житу. Лайкли делает минус Абвера. С симметрой. Ну и тут я говорю, Жнец просто уничтожает. Просто я не знаю, сколько там уже Жнец наделал шуму, но... Красавчика берет у нас Денрус. Делает два минуса. Ну что ж, есть 20 секунд, чтобы выбить уже в конце концов эту точку. И что ж, минус Жнец будет или нет? Пытается все-таки каким-то образом размассовать у нас Денрус. Все это дело Жнец отхилился. Взял хилочку. Все-таки его убивает в ЛГ. Ну что ж, можно, можно, можно уже забирать эту точку. Действительно, уже половину прошло. Ну что ж, будет ли захват точки или нет? Вот в чем вопрос. Да господи, ни того ты показываешь... Аааа, господи. Эта камера. Эта камера меня сведет с ума, но дополнительное время. Джуз с факером, Стик на точке. Пытается отстрелить у нас. Без комментариев то, что сейчас случилось. Просто минус 4. До свидания от Макри. Но Стик все-таки грустно забрал. И спокойненько его пытается передвинуть. Ну ладно, смотрим, что у нас делает Стик. Стик, Стик, Стик. У Зари очень хорошие щиты, которые накидывает он своим тиммейтам. Ну и сделать с мертвой точки-то все-таки вышло, как можно увидеть. Так, а что у нас вообще с защитой делать? В общем, вопрос. А защита... Стоп, а защита вышла вообще? Или они отрубились? Там вышли все. Да я вижу, я вижу, что вышли все. Я и думаю, что-то ничего не происходит. Куда все делись-то? Они, видимо, подумали, что все, изи-пизи. А тут на тебе, ребята. Все-таки на последних секундах смогли на дополнительном времени забрать груз. Не, возможно, знаете, это просто на все у нас багнуло. Багнуло. Бывает такое, на самом деле. Это же бетка все-таки у нас. На паблике я играл. Тоже у нас вылетал сервер. Возможно, сейчас то же самое произошло. Ладно, пока что покинем матч. Пока что покинем матч, но... Что-то как-то непонятно. Что сейчас будем ожидать? Что сейчас... Некоторые... Хотел поменяться костюмами сам Железный Человек. Я не успел прочитать. В меке Дива, а не ДВА. Ну там ДВ.А. ДВ.А. Соответственно, я называю ее ДВА. Ну вот, можно, конечно же, Дива. Не подключается вообще на вид от первого лица при виде сверху общей картины. Хоть примерно понятно, что происходит. Ладно, ладно, проехали. Так, все, приглашают нас обратно. Будем смотреть дальше матч, господа. Аллилуйя. Ну вот, видимо, повторение будет матча. Или... Парни подождут, там, не знаю. Дадут груз. Потому что вроде как выбили, вроде как все замечает. Было только после того, как груз у нас захватили. Ну, ДВА. Ну, давайте ДВА буду говорить вообще. Ура, повтор. Мы любим записи. Встречание оказания. Анигилясы тогда уж, я бы сказал. Ну, то, что реально ребята просто не давали выйти. Команде Гудгейма с базы. Вообще, какой можно было пик здесь придумать, чтобы выйти с базы, как минимум, да? Крысавчик с своей ультой. То есть, он мог настреливать сверху. Это было бы лучше, чем Ханза, как по мне. Рейнхард, который бы ворвал, и все агро на себя бы перевел. Какая-нибудь, не знаю. Лусио под ультец, который дает щит, соответственно. Жнеца, потому что близкие расстояния, как вариант. И у него очень большой удар, дамаг, соответственно, на ближнем расстоянии. Фара, Крысавчик, Дива, Жнец, Уинстон, Лучио. Лусио. Ладно, ладно, Дива, будем называть Дима. Дима, Дима будем называть. Видите, вы мне сломали мозг уже своей ДВА. Будем называть ее Дима. Дима. Дива равно стик. Вот я тоже не понимаю. We need to do MapDraft again. Видимо, не понимают. Видимо, думали у нас игроки команды VE, что все. GG. Спрашивают, почему еще раз эта карта. Ну и давайте шуточки про наших сибирских медведей, конечно. Кто просто галку защитил. Я пока не понимать, на самом деле. Вроде как 1-0. У нас ребята вылетели или вышли вообще. Но если бы вылетели, я думаю, вылетели бы команду Goodgame тоже. То есть они, видимо, подумали, что все, ребята, это GG. Все, выходим, пацаны. Все, мы выиграли, красавцы. Пойдемте на следующую карту. А тут на тебе и поворот, что ребята-то затащили. Так что непонятно. Судьи в шоке. Ну, я бы тоже был в шоке. Дисконнектился. Я просто, ребята, я не успел заметить, поэтому если у вас есть какой-то новый формат, сейчас пролистаем. Так, покидает, покидает, покидает. Ну нет, они в рис. А-а-а! GG, let's leave. Ничего не понятно, короче, что они в итоге договорились. У вас, возможно, другие написаны по-русски. Понял. Не, кстати, вот у меня вопрос. Откуда у меня звук шел? Откуда у меня... По времени поменяли, я понял, понял. Откуда у меня звук шел? У меня ничего, никаких этих самых... А, это, видимо, с Гудгейма самого. Ну ладно. Ладно, ребят, продолжим смотреть. Вольская. КБ Вольской. Будем смотреть. Восполнение этих двух великолепных команд. Которые достойно отыгрывают друг против друга. Это будет оповещение, понял, понял. Но я оповещение, кстати, вырубил, Арчер. Так что... Вопрос. Может, мне его еще раз надо вырубить? Как вариант. Так. Законсигнал при обращении нету. У меня все выключено. Блин, закрыть, что ли? Не знаю. Достойно отыгрывают. Ну что... Ну, ребят, ну я бы... Ну, ну, ну ладно. Злые вы все, вообще. Скажу я вам. Вот что. Злые. Так, а у нас драфт, я так понимаю, еще идет. Еще непонятно будет ли действительно... А, Непал будут играть. Непал. Не успел, наверное, начарк карт, поэтому просто Непал, господа. Отличная картинка Непала, я вам скажу. Прям... Прям... Я сразу узнал. Я сразу узнал, что это Непал, ребят. Вот, посмотришь на эту картинку и сразу поймешь, что это Непал. Ну, вот, ребят, для тех, кто не знает, но это... Это же Непал. Вы что? Вы что, не знали? Вот в игру. Ладно, полетели, ребят. Вторая карта. Непал. Здесь, насколько я помню, нужно захватить одну точку. Причем... Три раунда дается. Карта постоянно меняется после первого раунда, соответственно. Так, что у нас? Эх! Как тут... Как мне вылететь? Я хочу вылететь! А, ну вас к черту. На голос пока позалипаем. Польза англичан. Зачачайте правила, ребят. Прежде чем сперетесь комментировать. Ну, Пресли. Отстань Так, что у нас по пику На самом деле, если дойдёт до третьего раунда Здесь очень неплохая карта для Лусио будет Насколько я помню, по крайней мере Если это та карта, о которой я думаю Там просто есть место, где можно скидывать просто Три-четыре человека спокойно, которые на точке И можно просто брать 5-6 Лусио Ладно, что у нас? Заря, Гензи, Рейнхард, Солдат, Лусио и Симметра Два саппорта, два танка и два, соответственно, врывателя Да, одна точка, через 23 секунды можно будет её уже захватывать Лусио, соответственно, есть и в другой команде Также есть Макри, Заря, Зиньятта, Гензи и Господин Обезьян Ну что ж, пока что у нас именно Команда Гудгейма захватила точку Сейчас как раз-таки идёт врыв От команды ВЕ от англичан Также ставится купол от них Ну и, похоже, выбивается всё-таки, да Минус Фаркин, минус Игорь, минус Стик, минус Жуц, ну и всё очень-очень плохо Опять же, начинается для команды Гудгейма Захват точки пошёл, уже 5% пошло Полный Тимвайп Сейчас только они будут выходить с базы Опять же, у нас почему-то два игрока идут вместе Потом уже подключаются ещё два И ещё два добегают Почему они не вместе ходят, я лично не знаю Ну, пока что с ворот надо выйти А тут у нас, соответственно, Мунул Который очень неплохо отыграл предыдущий матч Ну и ульты пошли, ульты пошли У нас также есть ульта от Симметры Можно поставить какой-нибудь телепорт Телепорт Тут достаточно маленькая карта Телепорт не особо поможет, на самом деле Ну и тут, как по мне, всё-таки от первого лица надо смотреть Нежели от, вот, сверху Потому что здесь очень трудно летать, как по мне Но это опять же, у нас Заря пошёл уже Да, пошли вытеснять у нас игроков заранее Чтобы они даже до точки не доходили Можно, в принципе, кого-нибудь быстрого Чтобы он прошмыгнул успел мимо них И начал захватывать точку Чтобы они, соответственно, назад ушли Ну и тут всё очень грустно И телепорт даже поставили Я так понимаю, у нас игроки Так, куда поставили-то? А, вон телепорт Видим Телепорт сломали сразу же Максимально быстро Джус и YGH пытаются всё-таки Игроков красной команды Игроков команды VE Оттеснить Врывается обезьян Остаётся сразу купол Заря ему даёт щит Ну и Рейнхард влетел Но это было грустно Да, агро он собрал Но при поддержке Поддержки имейта просто на всего не было Ну и это Извините за выражение Но это посос Рейнхард ворвал Но уже 93% Они даже не дойдут дать точки Поэтому в первом раунде Пока что выигрывает у нас Команда VE Как-то не прискорбно Приготовьтесь атаковать Ах, как я люблю чатик Один говорит От третьего лица А то ничего не понятно Другой говорит От первого лица А то ничего не понятно Да вам хоть как Даже если я буду В три монитора вам стримить У вас всё равно будет Ничего не понятно Даже если 12 мониторов На каждого игрока выведу А, нет, 13 монитор ещё выведу Чтобы он Панораму смотрел полностью Вам всё равно будет Ничего не понятно А что вообще происходит А почему люди умирают А почему у нас камера Мёртвая И тому подобное Будешь же Я прям уверен На 100% Никому никогда не угодишь Так что Полетели Второй раунд, господа Будем смотреть за обезьянкой Которой будет врывать На максимум Потому что Он уже на точке 20 секунды Ну что ж Нет На самом деле Вот за этим парнем Надо смотреть Макри Это прям Масткэф Ну вот правый прицел Почему-то у меня нет Не знаю Почему Ну вот правая кнопка Пытается пока что настрелить Минус фарки Минус рейнхард Соответственно Куда у меня прицел делся Вопрос Ну и полностью Аннигилирует Опять же команду Команду Гудгейма Полный тимвайб Это можно Знаете Так ругаться Ну это полный тимвайб Опять же Минус 2 Человек Которые опять же По одиночке Вышли Но понимаю Давление Пытаются все Как-то Защитить Честь мундира Надо убить Как можно больше И он идет соло Пытается убить кого-то Но ничего не получается И в итоге уже Захват точки начался И все очень грустно Есть ульта уже У Макри Макри краски ультанул И Почему-то никого не убил Абсолютно Хотя вроде как Ульта зашла Была должна В троих Ну что ж Минус заряд Скорее всего сейчас будет Рейнхард Пытается Макри убить И его сразу же Аннигилируют И все Очень грустненько Луси остался Единственный в живых В ЛГ Вперед У нас Кого бы вы думали Снайпера Ну вот Знаете В чем проблема Так это не работает Дэн Слишком далековато Ульта пошла От Гензи Гензи Влетает просто Ладно я понял За Дэн Лучше не смотреть Вот это порталы Вот это порталы Вот это я понимаю Ребята Вот это порталы Мои мечты Просто То есть Ты входишь сюда И выходишь Отсюда Замечательно Мне кажется Мне кажется Это великолепно Ладно Смотрим За бастионом Бастион Вот это кстати говоря Бастион так бастион Паркин Просто ворвался в спину Разложился И убил Самое забавное Макри Там смотрим За снайперскими действиями Дэнруса Ну что ж То есть смотрите Ребят Когда мощность Полностью набирается Соответственно Дамаг полностью идет На 100% А 100% Сколько это Это 150 хп в тело Насколько я помню Снимается Если мощность выстрела Максимальная То же самое И с Ханза Ханза если у нас Соответственно Набирает полностью Тетиву Растягивает Соответственно Больше дамаги проходит Да Добей его Аппер пожалуйста Добей его А то бедняга лежит И это гг Да 2-0 по картам Господа Команда Гудгейма Вылетает с турнира Потому что Сингл эллиминейшн Соответственно Каждое Поражение Это Вылет с турнира И смотрим Господа Лучший момент Матча от Гензи На раунде Первом На первом раунде Когда они уже Давили своих оппонентов Это было уже под конец Включил ульту И пошел нарезать Действительно Очень-очень Неплох был Гензи Но вот Мне Макри очень нравится Макри прям пачками Вырезает всех и вся Ну вот Абвер налуженые щитов Время действия Читов 43 Да Может даже Похвалить Молодцы Ребят Давайте Все вместе Игорь ГХК ВЛГ Фаркин Джу Стик Все проголосовали И просто это легендарный матч Я не знаю Ну хоть первый раз в жизни потребляюсь Да и то хорошо Так ладно Ребят Тогда у нас сейчас Я так понимаю Маленький перерывчик Ждем следующих Оппонентов Ждем тех На кого можно посмотреть Посмотрим Что у нас С турнирной сеткой